давай давай работой не лопни там люди не покупайте такие мечи по-моему мы этим занимаемся она улетит к чертовой бабушки доброе утро друзья снова детская хотел показать вам ковер из сервиса вот мы его забрали его растила то есть насколько чистят в детской коври нужны кто бы что не говорю они на себя все забирают сейчас сентябрь до нового года нам хватит вот этой чистки можно будет просто пылесосить тех смотрите я надеюсь моя камера хорошо показывает в принципе вычистили достаточно хорошо друзья мои вчера умер то был последний его выходной на этой неделе и мы поехали короче в этот отель харизма отдыхать и в общем я ничего не делала сейчас буду шторы вешать эти генешлик ну тяжелые вот эти шторы от солнца я уже постирала повесила хорошо эти окна я уже помыла но открывать их я не собираюсь потому что отсюда еще солнце развернуться будет сильно жарить я уже генешликом наверное до октября все завешу солнце настолько жарит что даже не темно здесь то есть даже при полностью закрытых шторах а просто свежие шторы повесим и так вот вчера в отеле вообще упоролась и так чё-то я когда одна еду в отель ну там заниматься спортом поплавать когда муж работает ребенок в школе вот тогда я реально отдыхаю а так обычно но типичная жена всех обслуживаем вчера то надуй этот мячик потом я мертвого что-то заставила кто поиграет со мной в волейбол то еще что-нибудь короче всем чё-то от меня надо потом вроде как в хамам пошли я очень не люблю хамам и честно скажу я не люблю когда у меня кто-то моет так далее даже мой любимый муж я лучше сама помоюсь вот мой муж обожает когда за ним ухаживают когда его помоют мы там сервисом не пользуемся когда я уезжала еще в россии он был чё-то 700 лир потом тысяча по он стал сейчас надо под две тысячи лир он стоит просто за то чтобы девушка не знаю почему в азиатской внешности чтобы вас помыло почему-то там всего девушки в хамаме азиатской внешности на на манер филиппинок не знаю почему я чувствую я упорюще с этими штурами фу тяжеловато мир то надо будет позвать он высокий а мне приходится дотягиваться все повесила наконец-то закрыла ведь там уже солнце появилось не так жарко но теперь будем этот угол разбирать здесь мой рабочий стол и прочее 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 этот диван немножко надо почистить уже с него покрывала сняла надо будет перестирать ну и потом я его на место поставлю маша сена полузин гнездо сделала потому что с окна дует и хорошо до свежу внизу лежать ну хорошо отдыхай девчонка скоро обедать будем успела еще покушать приготовить час а там не успела по убираться делала мясо антрикоты говядину в томатном соусе с кикиком с этим с чабрецом ну тут просто просто обжариваешь эти медальоны чтобы они хоть немножко запечатались потом много-много натереть томатов и уже в томатном соке готовится мясо потом она солится а потом сверху просто присыпать чабрецом домашку ты давай покушай ты молодец сегодня вот убрала все надо будет окно помыть все на место поставить этот стол вроде неплохой для рабочего знаете маленькие но единственное что вон то вот нижняя это вот все время туда-сюда гуляет неудобно очень надо очень аккуратно его ставить а потом только нагружать хотел показать вам турецкие что я не все в курсе ведь как они шьются то есть они сразу прошиты с вот этими штуками и сразу с фалдами не сразу вот рассчитаны уже поэтому когда вы заказываете рассчитывайте что не нужно брать запас на вот эти вот складочки сразу сколько вам нужно и все он шьет вшивают вот эти вот штуки и все и у меня здесь неправильно немножко что ли мне больше чем надо но они у меня любимые вот такие вот я их долго искала поэтому все эти то что же у нас нормально уже смотрятся вон они эти сейчас засуну стираться и заодно окно там помою около этого тот угол разберу уже можно будет вот этот шкафу разобраться будет так доброе утро друзья у кого завтрака начинается мы уже позавтракали и сегодня мы будем расплетать машины косички смотрите это две недели были брейды маша до сих пор не хочет их расплетать не знаю я не думаю что не так прям волосы выросли вот они все они все растрепались как нам сказали во первых вот эти штуки мы снимаем вот просто срезать косичку где-нибудь вот где волосы и заканчиваться потом ее расплетать машенька ночью жалко расплетать ну маме надо какую-нибудь бошку купить такую голову и научиться это все делать те столько волос можно всякое заплетать а мама не умеет но много чего умеет но не это мы сейчас расплетем у нас сегодня большие дела вчера что у нас произошло учитель прислала уже список чего надо купить к школе школа у нас 9 начинается она пока не написала когда там встреча будет она ближе к девятому она сейчас пока что предпочитает через ваза пообщаться и она написала список чего надо не такой страшный как для первоклассников там мало чего надо я думаю что она сама понимать что все дорого и в течение года то что надо она скажет подкупать принципе это меня устраивает всех этапом тоже устраивает учебники купили еще летом она специально этим озаботилась чтобы пораньше за и тут она все так путается что скорее всего этот каниколон мы не сохраним да это все сложно будет так вот они приезжали дай бог чтобы мы расплели все это что мы еще сделали с собой и с папой сходили к коколисту да что доктор сказал тебе очки надо носить не опять основа маш мы в россию поехали забыли очки на я думал что мы один месяц без очков ничего страшного потом мы застряли на два месяца ты два месяца без очков но доктор сказал нам что ничего прям сильно страшного нету что все нормально попробую я вот этим побрызгать это у нас коллайтера массаж спрей то есть для легкого расчесывания в россии я покупала какой-то принцесса или что-то в этом духе называется какой он ужасный он все склеивал он на такое впечатление что для создания прически они для распутывания вот этот вот вот долиновский мне очень нравится мы его всегда берем до машинку и не больно короче распутывает ну чё друзья все путается я наверно камеру отключу уже без камеры будут все расплетать как расплетем пойдем короче за покупками вниз так мы будем проверять я выписалась то что нам надо что у нас есть кошмар какой как это все уже надоело так и этот еще надо кошмар посмотреть что ж ты не едешь прошлом году нам ящиков не задосталась поэтому у нас такое вот был так пенал это мы потом посмотрим что там есть у нас надо вымыть это что у нас здесь у нас мелки которые рассыпались зашибись так краски у нас есть причем они вообще чуть не использованы это был хамур хамуры все проверим сейчас тут у нас карандаши вроде как были карандаши остались надо их просто перепроверить на цвета новые возможно не будем покупать ну ладно у нас не так много то и надо судя по всему нам нужно раз два три тетрадки одна маленькая под как дневник здесь чтобы домашку запас записывали две доси это папки на кнопках карандаши прозрачная лента клей ножницы 12 мелков 12 карандаши акварелька я покупала где-то контейнер для акварели что-то его нету ну ладно одни важные салфетки одни рулоны ладно сейчас все переправим пойдем еще купим все идем вниз покупать всякое картаси канцелярию смотрю все аж выгорело еще и покосили мусора что-то много накидали блин здесь не убирается здесь перед выборами стандартно приходят и убираются выбора не скоро ну там это строили маш поэтому так вот еще друзья мои вы меня спрашивали насчет этого что я вещи просто на помойку выкидываю ну как отдаю так там собираются здесь есть приложение в интернете доллап называется это от трендиола по моему там можно бушные вещи и купить и продать но я этим не буду заниматься мир тем более мир не против например что я отдаю вещи детские я все знакомым отдаю везде ваш смотри есть такая такая красивая бабочка летает видишь и боже какая же она красивая как бы заснять то ну ладно улетела так вот друзья мои там можно продать купить вещи я детские отдаю просто сейчас у нас целых три пакета собралась мали машинах вещей маша наверное на 8 или на 10 сантиметров за лето вытянулась я с ней было да я не видела этого люди которые ее не видели офигели да что она резко стала большой очень будет интересно посмотреть на одноклассников конечно же маша и так была не маленького тебя там по моему только один мальчик такой же высокий как его мурат мехмет дождя он высокий уже не высокий с кем ты танцевал прошлый раз сюда переходи как его зовут да на ир мюрич а муставо вот помнишь на букву м вот он высокий еще мустафа высокий еще кто-то высокие помню да бурджу 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 это девочка она по-моему выше тебя интересно так а а сколько ей лет столько же или она чуть старше маш как и всем да интересно ну ладно посмотрим на твоих одноклассников чуть-чуть осталось уже я твой портфель вчера постирала на балконе да он сохнет и там ты эти с луком порвала своим кармашки я их зашью я уже нашла такую же сеточку изнутри вставлю там будет это господи как же жарко друзья мы мне вообще не завтра ой да ладно я тоже раздетая да нет мы с тобой хватит сгорели сейчас вот немножко отошли тут жара еще это долго будет я чувствую интересно какая зима будет жаркая не жаркая прошла зима была теплая но очень противная весна была хоть и ранее но холодная и были так давайте смотреть что нам надо купить нам нужны тетради нам учитель запретила покупать на этих на кольцах потому что люди у нас не очень умные вот эти вот они все время отрывают друг другу в прошлый раз купила помнишь на кольцах вы с алисой друг другу по обрывали да давай искать тетрадки их тетрадки во всяком случае так 60 листов клеточку большая вот такая вот маш вот смотри из вот этих вот две штуки выбери и из вот этих одну какую две штуки можно хорошо да это для математики надо будет одну и еще одну одинаково не выбирай две штуки все так теперь еще в клетке это а вот эти чего эти по 80 листов это много маш вот эти хорошие были так 40 листов большая для хаят бельгисы вот 40 листов так 96 листов может еще какие-то цвета есть 60 линейку вот еще 40 листов маш можно смотри можно такие же вон тебя наверху купить или вот смотри вот такая вот для хаят бельгисы можно тоже подойдет вот из этих можно выбрать и сейчас скажу где еще тут 80 а смотри для математики можно вот такую вот например они это 96 не надо маш если хочешь вон ту одну можно заменить вот такими цветными вот или подожди она дешевой давай просто одну какую-то возьмем отсюда какую-то хочешь дополнить на купе а чё там наш я котик ой она такая некрасивая мне кажется клубнички лучше нет нет котики для математики твоя будет да 60 листов так ну все тех для хаят бельгисы надо смотри можно отсюда вот выбрать и откуда я сказал и вот и вон оттуда да или вот эту вот иди сюда нам нужно смотри выбирай себе подкраски как что-то ну да ты в школе будешь пользоваться дома то есть баночка удобно выбирай пожалуйста ладно какая нравится а тетрадку мы такую в листах там купим в картасе сходим ну чё нашла что нибудь вот эти вот поворачиваются да чтобы не проливай к было а она пошли дальше искать так нам нужны ручки всякие а геолинейка геометрическая 30 сантиметров честно чё это такое слушай нам вот эти штуки нужны точно лента это я помню что надо дальше клей у нас вроде как есть хочу с линейками блин это простая ладно сейчас найдем так дальше всякие карандаши всякое это нам нужно какие-то зеленые еще карандаши почему-то три штуки красные они а вот карандаши разные сейчас красные найдем простых у нас много слушай вот эти вот появились фабер костель только почему они все круглые блин я даже не помню какие я тебе брала они такие классные были я мягкие какие-то брала зеленых то нету почему зеленые почему именно зеленые вообще не поняла ладно так хорошая точилка кастыльевская давай мы маш тебе вот в пенал возьмем такую да она очень хорошо точит красные карандаши возьмем сейчас и зеленые я просто поищу зеленые карандаши вообще у нас просто зеленые дома есть я тебе черную да положила эту точилку а что тут цветные а тут они почему-то такие же но дешевле еще не поняла то есть такая же да ну да не не совсем такая же давай вот эту оставим она должна быть супер хорошая ну и бери какую ты тут хочешь ладно все а погоди вон неплохие карандаши я помню что вот эти вот очень даже хорошие тут такая прикольная штука есть смотрите 250 лир маша выбрала кошечку покажи что ли мне кажется зайчик прикольнее ты чё-то все фиолетовое хочешь да я поняла да тут вот карандаши всякие еще вот здесь вот мы еще наверно не смотрели зеленые отдельно зеленые по мне продавались никогда а смотри во и зеленый есть специальный а отдельно такой зеленый тут целый набор такой так ну этот набор возьмем ну давай парочку возьмем что ли потом я где зеленых таких найду может отдельно еще есть даже не знаю лет не закончилось все летние купальники и всякая ерунда чё нашла что-то хорошее классно я вообще предлагаю тебе в магазине это обуви купить о а чё такая скидка большая 60 всего 4 не ну за такую цену даже порвать не жалко я наверно здесь куплю себе вот эти вот для дома ходить Маш ты где ого еще дешевле есть надо посмотреть здесь сильно большие скидки чё нашла что-то подходящее Маш мне тяжело идти ты где как у меня тапки они 150 лир стоят может вот такие лучше как у тебя были вот там вторые висят купили почти все да работники сами играют детей что-то нету а сегодня же понедельник или вторник я не помню он понедельник в России все начали только учиться мы только канцелярию скупаем у нас первоклассники начали учиться ну как сказать привыкать к школе первую неделю вторую они просто ходят на пару часов фигней страдают играют там эти дошкольники садик вообще там по-моему на час на два всего приходят все равно немножко чувствуется дыхание осени ветерок какой-то такой прохладненький неужели канализацию здесь починили здесь все время воняет как не знаю что пойдем сейчас во фло глянем тапки домашние что у меня что у Маши развалились приехали а у нас тапки развалились а вот эти которые я ношу они маленькие были даже так а чё ты не сказала я хотела просто поносить пошли сейчас как раз скидки на всю эту летнюю обувь там а мы маленькие отдаем да мы все отдаем маленькое чтобы другие малявки еще поносили он не новый он был Маш и нас тут по-моему это самое надували на мороженое он сначала мороженое дает а потом в три раза дороже говорит цену нафиг надо да 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 а ну это шутка Маш ты до сих пор помнишь эту шутку ну да ой как тут хорошо то свежо да так а чё уже все да а чё осеннее все продается все они уже на осень сменились как то быстро короче фло что то уже на осень переключился тут такие остатки летнего всего совсем и дорого вообще не понравилось мне вон пошли дальше так мы идем куда мы идем мы к Картасе идем заодно там мы обувь посмотрим хорошо ой выходишь прямо аж аж как в хаман там как в баню заходишь сразу да да люди вы бы такое вот одели за блин за четыре тысячи если все вместе то есть тысяча восемьсот верхняя часть и нижняя часть две тысячи лир сейчас сколько лиры три рубля то есть за шесть тысяч вот такой вот страны не знаю даже даже если бы оно на меня наложил такие деньги за такую дичь не сейчас по-моему модно быть дичью я тоже подписана где-то в зене на всякие такие штуки каналы типа мы все такие не модные надо всякие пакеты на голову одевать и прочее это адель они всегда почему-то такие дорогие и странные модели маше понравилось вот платье сейчас я сдвинусь за десять тысяч лир вот такой я даже не знаю но просто кусок ткани вот этот вот с блестками обшитые крупными камушками у меня когда-то сумка была я на базаре в Оренбурге купила вот точно такими же камушками потом она была старая я их отпорла они у меня где-то лежат вот кусок такой ткани сделать и обшить этими камушками десять тысяч лир думаю в Акики еще зайти тапки посмотреть там иногда бывают ну там еще один магазин который я все время забываю название на немецком что-то на д букву около 1 для школы все вообще у нас есть все для школы пошли глянем тапки поищем да 50 процентная скидка вот блин я только расхламление произвела в Акики все новое новый сезон осенний блин хочется все купить надо удерживаться у нас все есть кроме тапок домашних ну покажи какие ты выбрала я с поп-итами они не для Маша они не для поп-итов они для красоты а я себе обыкновенные вот купила вот такие домашние я не очень люблю мягкие мне нужны удобные чтобы быстро ходить по дому короче говоря по 300 лир каждая мои были чуть дороже сейчас вообще скидки идут Маш нам надо вон там вон Ада Картасия видишь вон там да наш последний пункт и пойдем домой Ада Картасия да а что у нас за лето с фонтаном случилось не знаю какой он грязный там вон какая-то водоросль живет ужас короче ладно пошли да там вон что-то зеленое плавает зеленое ага все зеленое сделано они даже этот самый не числили его ну пошли вот этот вот магазин который я постоянно забываю здесь тоже вон неплохие я смотрю тапки стоят ну ладно сейчас будет это все осеннее продавать уже что-то как-то они быстро с летнего разобрались ну неплохие но мы с Машей хотели Вика опять купить золотое ты уже не можешь да Маша ты уже домой хочешь? нет я хочу ну пошли улыбалки улыбалки смайлики смайлики это наши оценки нам ставят да смотри какие эти САЗы продает это не дорого мы что-то спрашивали тогда это было что-то под пять тысяч сейчас наверное уже вообще сильно дорого что Маш мы все сделали пошли домой дома продолжим уборку я что-то уже голодная пойдем покушаем домой нам надо кстати еще этот сепариж сделать сейчас придем будем это сепариж делать эхо друзья заснимаю на следующий день немножко уже убрала это мое рабочее место ну простите что без вас убирала могу показать что у меня есть во-первых у меня есть машинка которую я что-то давно не пользуюсь Жаноме Жаном не знаю как она называется здесь у меня листы А4 формиан это у меня штука увеличитель для телефона смотреть но он не самый удобный там еще формиан всякая мелочь мои всякие лаки да я эти не пользуюсь наручными мне нравится каждый раз менять мне нравится честно говоря наносить лаки потом снимать их а потом снова наносить короче говоря здесь у нас целая куча карандаши это мы для школы подготовили уже почему они у меня стоят чтобы Маша их раньше времени не разломала и вообще чтобы они оставались в норме мы их на год вот так готовим потом я еще их обновляю в этом году понадобились зеленые ну вы видели что мы купили здесь машины учебники тоже для того чтобы она их просто не порвала пока что она конечно уже большая девочка но все еще мозги маленькой девочки в общем так себе тут у меня всякие записи а листочки пустые на всякий пожарный так это у меня что такое ой это у меня всякие бусины бусины вот эти коробочки это из под обуви я их обклеивала самоклейкой вот такие штуки добавляла для красоты то у меня всякие рисовальные принадлежности меня поймут те кто занимается рукоделиями всякими видите у меня здесь опять бусины различные там у меня ленточки тут блокнотик мой лежит какой-то пустые листочки отмашенных где вот на одной стороне что-то напечатано на другой пустые я на них всякие заметки делаю опять всякая мелочь для рукоделия внизу видите веревку покупала для того чтобы делать эти органайзер хотела корзинку сделать все тут у меня ну так скажем под мусор сухой коробочка когда лень куда-то идти потом я его вытряхиваю вытряхиваю господи и вот так вот вон я уже монтирую что-то ну простите короче говоря с вами не получилось сделать мне осталось вот этот шкаф разбирать мы вместе наверное разберем я окно здесь помыла уже диваны более-менее поставил видите все приходит потихоньку в норму как вы видите у меня тоже бывает бардак особенно когда я убираюсь все в один угол сдвигаю сейчас в общем-то ковер постели здесь еще кресло осталось разобрать подмести помыть эта часть дома будет абсолютно чистая она достаточно большая для меня ну и из-за моего мещанства так скажем я люблю всякую мелочь я ее собираю коплю а вот это надо будет повесить лампочки мои они обычно на новый год продаются здесь но можно через трендьюл заказать я вам повешу и покажу как вечером оно смотрится может кому-то идея понравится очень уютно очень так романтик делает в квартире ну да лампа моя опять же все с салфеточками сейчас короче закончим сейчас я буду кораблем заниматься покажу вам наконец что за корабль и почему мы тогда так долго смертом его собирали почему в общем то он мне немножко тогда жизнь испортила но он шикарен от него нельзя отказаться вот она черная жемчужина но сломанная потому что мы тогда смертом не доделали ой друзья мои приехала доставка откуда это это у нас мегрос такой что ли на мегрос не похож это не мегрос это откуда вообще приехала это карфор карфор приехал сейчас я вам покажу что купил муж на сколько а нашла на 1208 лир ну сейчас лира стоит сколько три по моему рубля чуть меньше ладно корабль я наверное без вас доделаю потом целиком его вам покажу и расскажу о нем итак давайте делать распаковку зеленый лук а я же окрошку собиралась сделать точно так изюм изюм это виноград по нашему 36 лир почти килограмм дальше что такое страшно это вообще что такое почему оно так страшно выглядит это это мару это листья салата почему он такой грязный страшный и я вообще атом просила о том ну ладно допустим так персики персики у нас сейчас вот в карфуре по 40 лир по 40 лир килограмм почему я на базаре покупала по 30 лир или по 40 лир тоже примерно персики неплохие так что в принципе можно и на доставке покупать и не ехать на базаре лимоны лимоны обязательно нужны потому что лимонного соуса нету почти все вся кухня лимоны нужны так груши опять взял помятая помятую положили блин так картошка картошку хорошую но мелкую молодая что давай 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 оставайся что у нас тут имеется хлеб он обычно такой по 10 лир килограмм соль я заказывала у нас что-то соль закончилась так что у нас тут баклажаны баклажаны мелкие такие хорошенькие их бы на корней рэк пустить меленькие удобно порционно получается по 25 лир а ну тогда нормально тогда как на базаре так а что у нас помидоры такие мокрые пембе нет не пембе отдельно что тут у нас хинди салам это колбаса из индейки господи Маша не любит это из говядины мы покупаем с индюшки так сыр президент гауда гауда однажды подсадила я мертвы на этот сыр и он дико тут дорогой но он там к виски покупает а сейчас вообще просто покупает на хлеб в общем здесь гауда она не знаю когда как почему-то даже с одного производителя с вот этого президента иногда покупаешь очень вкусно иногда вот последняя мне вообще не понравилась может она залежавшаяся была так что у нас тут еще огромный кусок чего-то ой блин огромный кусок это у нас кошар сыр желтый сыр там ялы наверное с этого с индирима взял в смысле с господи забыла слово со скидкой так дальше кстати а почему у нас только этот карфор пришел нам же еще микро вот такие вот штуки испанаклый бюрек готовые бюреки я конечно могу их сама навертеть но получится честно говоря то же самое я покупаю вот такие вот и я их готовлю в школу утречком достаешь ну буквально 2-3 штуки бросаешь их в этот фритер и через 2 минуты у тебя свежий бюрек к завтраку можно ребенку дать свежий так парочка мороженых мороженые сейчас в холодильник уберу так испанаклый опять же испанаклый это этот шпинат ну и все собственно друзья сейчас все позасовываю по холодильникам по этим пойду корабль делать фух я где-то с полчаса мучилась но все-таки доделала Саш огромное спасибо что ты подарила нам этот корабль вообще наша тетя Саша подарила его Маше ну по сути мне потому что я больше кроме меня никто им не интересуется но это настоящая черная жемчужина как вы видите очень детализированная не для маленьких деток к сожалению и если там что тронешь сразу все отваливается но это не лего это какой-то по-моему корейский что ли конструктор смотрите мы даже когда собирали там там внутри есть стол капитана там выпивка подзорная труба где-то там есть карта то есть там есть все корабль пойдет на свое почетное место а вот отсюда по-моему можно посмотреть здесь эти открываются не знаю насколько видно вот так вот стулы и так далее очень детализирован здесь даже можно вон якорь опустить якорь опускается точно так же поднимается зацепился ай ну вот видите то есть детям вряд ли можно это давать сейчас на место поставлю якорь жемчужина будет стоять у меня на столе и греть мне душу красивая очень красивая там кстати дверцы вон там открываются ну пока я делала корабль короче мигроз пришла доставка сейчас будем разбирать с вами я чё хотела сказать я чё-то все свои видео вот такого плана называю блог из Турции блог из Турции давайте я его как-нибудь обозначу не просто блог из Турции не знаю будни турецкой домохозяйки несколько длинно, что-нибудь в этом духе и буду, наверное, их номеровать потому что они все на кучу по названию похожи просто, чтобы вам было удобнее как вы думаете, напишите в комментариях может быть, как-то получше назвать их предлагайте, если хотите, свои варианты ну и то есть, если вы будете видеть анонс там, например, того же влога из Турции, но только под номером то уже будете знать конкретно, что на этом видео у меня, например, если написано видео анонимный вопрос, вы четко знаете о чем будет видео и люди, которые этим интересуются, заходят мне, короче, ну а-ля знатоки такие говорили, вот ты неправильно там делаешь эти названия видео, типа надо хайповые слова, ну, для этого вставлять, для SEO оптимизации да, это, конечно, все правильно, но я больше рассчитываю на своих постоянных подписчиков новые, когда появляются, они просто тихо мирно вливаются и уже видят, что, ну, одно и то же идет все-таки женское общество оно несколько консервативное поэтому я стараюсь сделать одинаковое чтобы вы знали, где что находится например, в анонимных вопросах находятся анонимные вопросы на влогах из Турции там или, что там наша семейная жизнь находится именно наша семейная жизнь так что хочу вот таким образом все разграничить пишите, какие у вас есть идеи чтобы вам же было удобнее итак, друзья мои, давайте разберем что нам с Мегроса пришло кстати, ударение правильно Мегрос если не верите, посмотрите их рекламу на Ютьюбе там есть такая реклама Мегрос, Мегрос Санал, Санал Санал Маркет Санал Маркет никто, Мегрос, Мегрос не поет Мегрос в основном произносят знаете кто? люди, которые не совсем турки в Турции то есть из народностей различных и наши наобщавшись причем, знаете, как смешно эти самые люди утверждают что все прям ударения в турецком на последний слог хотя это тоже неправда а вот Мегрос у них Мегрос стандартный смотрите, как хорошо упаковывают этот самый мороженое ну и вообще там вот заморозка они лед набирают вон, лед круто, правда? так Айран я хотела окрошку сделать я вам покажу, как я делаю окрошку в Турции так из заморозки мне пришли бюреки но уже картофельные тоже для школы в основном или, ну, для завтрака сейчас я их тоже уберу морозек дальше перец ой, его пока все сюда вытащу потом буду в холодильник укладывать а, супер смотрите до сих пор комары мучают дома короче говоря новые какие-то купили мы алты сат и кадар ну, нормально на всю ночь можно набрызгаться комары мелкие злые молодые какие-то и вот дефанс новый дефанс мне вообще нравится ликют спреи именно я беру спреи потому что они лучше как бы ну, распределяются лосьонами не люблю намазываться тоже попробуем старые, по-моему, уже не действуют мы с Машей из тех людей которых комары везде находят даже если все закрыто даже если мы укроемся все равно где-нибудь укусит поэтому для нас это очень важно сейчас нам важное место поставим чтобы не забывать а вот офф у нас почти закончился но он, по-моему, старый не знаю плохо действует мне не очень нравится дальше что у нас тут слива слива вкусная такая как в Оренбурге растет Маша ее тоже любит туда пока положу лимоны ох, лимонов у меня теперь так и яйца но яйца я предпочитаю с этого с базара ну сейчас на базар не поеду честно хочу все тут дома закончить и вообще отдыхать хочу поэтому пусть будет так дальше хлеб я вот это себе покупаю чок тахили короче говоря с отрублями всякое такое вот шикер элависис короче весь такой диетический этот хлеб легко сдозировать тут как раз квадратики есть один слайс на утро один на вечер и как раз нормально белый хлеб он как-то знаете отщепнешь кусочек и никак не хочешь заканчивать отщипывать так а что еще соль мертв увидел что я одну соль взяла еще оттуда заказала на всякий пожар соль она и есть соль какая разница откуда ее брать зачем ну ладно пусть будет соль не портится так розовые помидоры на салат и кукуруза посмотрим какая на доставке с базара хорошая с базар еще две штуки осталось надо будет эту словить сейчас разберем забыла сказать кукуруза на базаре я сколько покупала пять штук за 50 лир да все верно а тут одна кукурузина что-то 11 или 12 лир стоит то есть ну практически 55 или больше или 60 лир за 5 штук не помню ой так вот таких пакетов заворачивают то что должно быть охлажденное а понятно что тут что у нас тут чикюфте готовые из мегроса джи визли значит с грецким орехом они стоят ну 300 лир за килограмм чуть меньше полкилограмма просто соскучилась добавок а там купили и у меня там еще есть листья салата заморачиваться хочется очень сильно так колбаса это ёперный театр я хотела раньше чтобы они мне палку дали на окрошку они мне нарезали ее ой ну ладно короче 500 лир за килограмм это из индюшатины колбаса очень напоминающая нашу молочную очень прямо сильно напоминающая вдобавка она ну для Машки вкуснее Маша у нас не очень хорошо колбасу вообще в России ела не понравилась привыкаешь к одному вкусу здесь уже не то а с говядиной не любит мерш фарш какой-то купил в Усман Касабе в Мегросовском там индюрем был сейчас фарш 420 лир за килограмм он же вроде по 300 было мы что в акцию не попали да на кузу корышик кефтелек я не люблю такой фарш покупать он не такой все-таки я люблю покупать килограмм говядины килограмм баранины самой все смешивать оно вкусно вот тут очень много жира добавляют сейчас фарш очень дорогой и в общем люди не советую такой брать вот это мы с Машей сейчас съедим если конечно Маша мне что-то оставит очень вкусные суши вот такие продаются в этом в Мегросе по-моему 150 или 120 лир штука папа нас ругает что дорого типа обнаглели мы но иногда сильно хочется здесь это Токио Микс и Филадельфия я ребенка подсадила нечаянно на это все Маша все смотрит что я ем ей интересно ну и вот и теперь наш папа недоволен он не любит суши на самом деле он любит суши чтобы с готовым было а я люблю с сырой рыбой особенно с красной вот такие и в общем-то неплохие суши советую мы тут в один ресторан какой-то пошли сейчас скажу какой в Кушадосе есть пара ресторанов как минимум суши новые открыли и мы в него не ходили а вот самурай ресторан он классный он маленький у нем настоящий мастер работает а есть еще а-ля японский а-ля китайский ресторан по-моему Токио короче там красивый интерьер все красиво но там звездец как было мало невкусно отвратительно и еще был волос в соусе но там прям с туристов дерут как это а самурай хоть он там чуть-чуть сбоку от туристического находится там классный в общем я если найду то видео я вам в этом в описании данного видео скину Маша иди сюда что покажу а что-то у меня есть не это мой сюрприз я тебе просто показать хочу чуть-чуть совсем пораздевалась это мое ладно почему это твое потому что это я заказала ты не заказывал это я купил это я заказала будешь кушать? да сейчас или попозже? сейчас да ты только что налупилась все точно будешь? ну ладно в общем вот так внутри соевый соус васаби который я потом с колбасой ем или слегка с этим и палочки которые я тоже оставляю чисто для поделок а в основном Маша руками ест да Машко? да ну и все еще один пакет тут у нас йогурт сейчас йогурт а что у нас такое страшное? тырия а нахрена мертв такое странное масло купил ну не оно вообще прикольно смотрите сейчас заморожу там 25 грамм еще 25 грамм удобно дозируется мой любимый сыр хотя он не очень здоровый но я его люблю большой и кусок а тут два куска даже белого сыра какой он взял таш сил дароглупи нерчуза я такой даже не пробовал посмотрим наверное классический изене какой-нибудь такой же я же хотела классический блин ну ладно попробуем так он в принципе выглядит вроде нормально ну в общем вот такая у нас доставка заодно посмотрели из России привезла шапочки для бани там в отеле у нас есть эти сауна финская я думаю будем ходить потихоньку с Мертом с легким паром и для Мерта с Танчиком ему очень понравилось но пока лето, жарко там только туристы в основном в бане в сауне а все кто с этим обонеликом в основном в бассейне торчат ладно будем еще париться так друзья мы уже накормил за кадром будем готовить окрошку у меня что-то укроп подвял вроде все еще нормально поэтому надо его быстро оприходовать я его если честно забыла ухладила так я не буду его на доске сразу сюда нарежу и пока я режу поотвечаю на некоторые вопросы во-первых вопрос почему я так долго убираюсь ну потому что я параллельно снимаю монтирую готовлю кушать хожу в магазин готовлюсь к школе Машей занимаюсь короче и да и все стараюсь заснять для вас если бы это все было без камеры было бы гораздо все быстрее потом что еще спрашивали почему я этим излишку не найму ну во-первых деньги тратить мы не настолько богатые во-вторых даже если я буду очень богатой я скорее всего все равно буду все сама делать не люблю когда до моих вещей кто-то чужой касается я вообще не люблю прикосновения если это незнакомый человек я не люблю массаж именно поэтому я в хамаме не моюсь даже мужа не люблю когда он меня моет там что-нибудь то есть я не дотрога в некотором смысле смотрела короче с вами тоже прошлую премьеру мою сначала мне показалось что меня там бомбануло ну на всякие провокации на глупые комментарии а оказалось что нет надо наверное больше отвечать на них несколько человек расчехлились в общем-то и показали себя это просто замечательно поэтому мои дорогие хейтеры нарциссические особенно которые кричат что у меня все плохо что вообще все у меня плохо короче а все равно смотрят мои видео от начала до конца непременно комментируйте мне это очень важно мне очень важно вас увидеть все непременно обязательно я всегда получаю огромное удовольствие когда какой-то человек расчехлился и я его увидел на пустом месте появляются странные странные анонимные истории я уже вам рассказывала про этот кемлик тоже странная история была еще парочку я отклонила истории даже в качестве треша не буду зачитывать знаете почему ну там прямо знаете люди симпатии поймут меня там через всю историю какой-то хейт ненависть идет не просто к туркам хотя к ним тоже а прямо ко всем ко мне как слушательнице этой истории к зрителям ну что они типа тоже такие пусть в этом говне копаются и написано с ненавистью как бы героини к самой себе то есть как бы видно что она сама себя ненавидит она все понимает но тем не менее какие-то вопросы очень глупо а что же делать ну и да очень много лезет в этот момент провокационных различных тем например вчера по-моему ко мне приходит история поначалу подумала я что она обычная нормальная но зачитывать конечно же я такое не буду потому что она слишком провокационно как-то все звучит странно если не брать детали в общем-то суть рассказа такая женщина не помню там средних лет жалуется на своего ну уже мужа что они вот когда они были женаты он с ней не спал так скажем а потом когда поженились он тоже с ней не спит типа поженились они официально а он говорит что без никяха он спать с ней не будет а она главную фразу такую произносит а я хочу секса и он мне нужен ну так думаешь блин стала бы вот случайная женщина на канал блогера писать про своего мужа что нужен секс а ей не дают и что ей так сильно надо с нашим то токсичным интернетом такое слово вообще противопоказано где-то упоминать иначе тебя во всем обвинят ну и сегодня поразмыслив над этой историей с учетом что там ислам упоминается никях в общем-то и так далее все-таки я склоняюсь к мысли что история придуманная как провокация потому что там личных деталей мало а чисто вот зацикливание на сексе и что женщина вся такая хочет а ей не дали и я была права потому что тут же на темах где я о чем-нибудь таком пикантном рассказываю появились оскорбления всегда следом когда я отказываю какой-то истории идет волна оскорбления на канале это так заметно что даже стало показателем того что я правильно отказала еще одной странной истории отказала ну там было более понятно в общем неизвестно зачем в общем-то это была ее ошибка если бы она этот упор не сделала то я может быть и поверила истории так вот человек женщина неизвестно зачем она сообщает мне сразу что она детский психиатр и дальше все письмо как будто написано деревенщина не образованная с видоизменением слов и так далее то есть не веря что это именно писал человек с высшим образованием добавок детские психологи психиатры они проходят такой ад правда вот мне хотелось как-то идти но не в детстве потому что нужно знать всю взрослую патологию всю детскую патологию надо знать и еще во всех мединститутах очень сильно нас третируют за то что если что-то неправильно там произносишь ну например не дай бог ты где-то напишешь не одышка а отдышка через букву Т это считалось верхом безграмотности ну там еще некоторые слова и так далее за это будут буквально клемить преподаватели то есть люди если они какое-то слово не знают медики они лучше прогуглят узнают а тут вроде как очень узкий специалист с детством еще связанный начинает в общем-то коверкать слова ну конечно же эта история придумана то есть дьявол кроется в деталях безусловно меня эти все хейтери сочинители не любят за это за то что я анализирую все но нас анализировать научили в мединституте потому что работая с народом с таким сталкиваешься иногда пипец и знаете как у милиционеров есть вот такая чуйка где-то вот они подозревают какого человека а прямых доказательств нету а вот чуйка говорит что это он что он врет так и у медиков появляется чуйка там где люди врут меня может быть поймут только медики но чуйка есть я я ничего не буду разбирать я уже вам миллион раз об этом говорила мне всегда есть что заснять так я режу эту редиску она у меня странная правда она у меня немножко подмороженная но я ее попробовала она все равно вкусная потому что я ее хочу такую добавить я очень надеюсь что я не испорчу от крошки у меня холодильник задняя стенка сильно короче замерзает иногда и вот ошибки туда попала редиска ошибка потому что я еще до холодильника не добралась там тоже надо все разбирать а я все медленно медленно готовлю еще параллельно вот так у меня и получается так что дорогие мои сочинители ну да вы можете что-то написать но как сказать я могу конечно где-то и поверить но во всяком случае это будет подобная история а не какой-то бред про единорогов или про то что женщина озабоченная а ей муж турок который уже муж не дает и даже здесь фишка не в импотенции там бы супруги между собой поговорили во всей той истории ни слова про любовь вообще то есть непонятно зачем вообще женились потрахаться а муж не да ну да и с учетом такого обычно очень гнусный комментарий приходит не хочу это все видеть а лучше с вами окрошечку поделаем кстати сварила вон эту кукурузу из мегроса ну вроде нормально есть можно пусть там постоит еще хочу рассказать про интересных подписчиков периодически но к счастью не слишком часто на видео появляются странные комментарии очень странные друзья мои вроде как от взрослой женщины но если вы внимательно присмотритесь все таки наверное тролли то есть иногда аватарка нормальная иногда давно созданный в общем-то аккаунт но пишет что-то типа вот как последнее было я там познакомилась с кухдом с турком как понять что он меня любит ну неужели вот такие вещи нужно спрашивать как бы у брогера которого вы случайно нашли в интернете я вам что гадалка что ли то есть как я могу узнать во-первых что он любит во-вторых какая разница он любит или нет вы чисто вот сложилась у вас жизнь или нет или будущее сложится или нет судите потому любит или нет а вдруг у него денег нет а вдруг он женат то есть в обычной жизни реальной столько условий различных чтобы люди сошлись и были счастливы а эти вот я вам говорила люди все время разводятся что-то куда не сунешься по знакомым то эти развелись то те ведь люди же женились любили друг друга надеялись что проживут всю жизнь вместе тут бац и развелись и любовь была то есть является ли любовь показателем того что все сложится нет конечно и любовь проходит и другие проблемы поэтому когда подброс вы вроде как женщины смотришь и видишь такую глупость несусветную о боже я же встретила курда интересно он любит меня или нет о дорогой блогер пожалуйста погадай мне по комментарию грустно все это друзья еще хочу ответить на некоторые комментарии не очень красивые на мой взгляд бестактщина настоящая бестактщина люди некоторые не знаю это уровень образования или что когда задают бестактные вопросы и даже не подозревают что они что-то не то спрашивают что это вообще-то некрасиво так себя вести плохое поведение ну например я убираюсь мне какая-то дама пишет а что Маша типа не помогает у меня уже такие вопросы были давным давно то есть если они не видят например моего мужа а что муж вообще там в жизни не участвует все время одна а что там не знаю что муж цветов не дарит хотя он кстати говоря все время работает когда цветы продаются я сама себе в основном их покупаю но на его деньги в этом нет никаких проблем а что такое во-первых Маша мне помогает и она у меня вообще супер помощница благословена та мать у которой есть дочка чувствую себя реально богословенной но ей всего сейчас вот 8 стопнет очень мало сейчас он с папкой сидит что-то они там играются папа закончил работу так вот она умеет делать текущую уборку подметать если что-то там грязненько сама кстати просится умеет нарезать салат правда крупненькая но все равно умеет уже палец себе не отрежет умеет убрать за собой тарелку умеет что еще сложить все в посудомойку умеет протереть пыль умеет умеет заправить постели много-много чего еще умеет но если я этого не показываю на камеру это не значит что этого нет из-за додумки я блокирую потому что я не собираюсь оправдываться за своего ребенка за свою семью а когда вы гадости говорите про моих родных для меня это красный флаг друзья так себя не ведут есть вообще отдельные долбодятлы которые посмотрев одно-два видео делают обо мне какие-то глобальные там выводы например что помню из додумок что я типа видео снимаю только на балконе о да конечно я с самого начала всегда снимала в разных местах это была моя фишка я хотела просто разные видео распределить по разным плейлистам то есть хотите рецепты там будут хотите что-то другое там будет вот так вот что еще додумывали раз я дочку называю Маша то есть где-то они услышали значит она нет моего мужа еще что-то в этом духе да конечно вы наверное свечку держали прямо все за это однозначно блокировка за такую гадость а еще помню тупая тупая додумка готовлю какой-то рецепт не помню какой и он идет без мяса ну и в общем один особо альтернативно одаренный человек пишет типа а что у вас денег нету чтобы с мясом приготовить ну звездец представляете то есть по отдельному видео в интернете он сделал выводы да чего только сейчас не встретишь кстати не только в интернете а в реальной жизни вообще люди такие думаешь вообще они прямо прямые доказательства что без мозга можно жить и выжить спокойненько так а я думаю немного ли я лука взяла хотя ладно порежу весь ну и раз уж я говорю про баны конечно же обязательно я баню за ксенофобию любую и ксенофобией являются не только прямые оскорбления турок и так далее а например я постила свадьбу молодые у нас во дворе женились и даже там друзья мои нашлись опездолы обиженные кисечки которые мне понравилось что кто-то в принципе смеет жениться их не спросив и причем сами показывают свой узкий кругозор то есть всех пытаются запихнуть прокрустого ложа то есть должно быть именно так как они привыкли да не на всех турецких свадьбах есть угощение на нашей например свадьбе были только тортики сладости там и газировка ну и слава богу что мало было потому что потом место пришлось это все оплачивать маманя у нас не слишком да и помогла она еще долго с него тянула мне вообще свадьба была не нужна но с другой стороны сейчас думаешь ладно воспоминания есть те кто хочет посмотреть мою свадьбу там в листе по моему как я замуж выходила там есть на канале там я ее смонтировала так вот запомните друзья такую фразу сострадание это горе по чужому несчастью а зависть это горе по чужому счастью так вот завидующих которые кричали что свадьба плохая что еще там что типа они все равно разведутся там еще что-то все они ну я надеюсь им там тепло в бане да неужели вы думаете что у вас лучше свадьба у некоторых вообще которые так кричали даже и такой свадьбы не было разве станет вам лучше жить от того что вы обосрете кого-то вообще люди такие пошли ну и да еще часть ксенофобов появилась когда-то давно-давно я вела группу как же она турция на карте моего сердца и там в общем все приходили делали публикации однажды появился непонятный человек который делает публикацию такую ну с ссылками с картинками что вот там какие-то турецкие актрисы являются выходцами из народов кавказа я не буду конкретно называть такого народа ну ладно одну публикацию мы пропустили потом вторая такая же идет уже про других актрис я смотрю что человек всех собирает актрис актеров и все короче не турки все кто самые красивые они все не турки а только вот эти вот кавказцы какие-то я так в личку написала типа ну это все хорошо что вы продвигаете свой народ но пожалуйста не у нас сейчас я конечно уже такой мягко не буду я просто пошлю потому что все эти люди которые у которых считают как бы своими те народы они себя считают турками и вообще от отек как завещала нам если один из родителей турок значит ребенок турок все все легко и просто в этом плане решается и на мой взгляд это тоже ксенофобия когда пытаются ну как бы у турок что-то отобрать к себе присвоить зачем добивайтесь чего-то своего зачем вы пытаетесь у других народов что-то отобрать и когда большой крупный народ которого большая история конечно же у него так круто отобрать чтобы наконец тебя заметили а лучше может быть сами что-нибудь создали ну и да насчет мелких ксенофобов которые оскорбляют у меня как минимум за сколько за два дня появилось два фейковых аккаунта которые кричали мне что я чернильница там это каждая турецкая жена которая выходит сюда замуж непременно сталкивается с этими уродами моральными в интернете которые называют чернильцами это все дело пошло ну типа мы там себя там окунаем черные чернила я не помню как это конкретно но самое смешное знаете что у меня муж более светлый более похож на славянина чем многие уроды которые пишут такие гадости и Машенька у меня более светлая и больше похожа на славянку чем вот эти все уроды так что это как-то смешно обычно это очень необразованные люди несчастные по жизни в последнее время я больше все-таки вижу фейков когда женщины маскируются под мужчиной вот такую гадость пишут ну просто блогерам раньше это были мужчины которым не давали женщины они с плохим образованием на самом деле так сейчас вот это уберу у этих мужиков отвратительное понимание биологии физики географии истории они не понимают генетику то есть то что мы все уже давным-давно перемешаны и у каждого можно те или иные гены найти и они ратуют чтобы все женщины их типа нации бежали и трахались с ними но никто не спешит потому что они никчемные не нужные никому совершенно не нужные никому и все что они могут делать это бегать в общем-то по женским сайтам и оскорблять задевают ли это меня нет кстати друзья видите что я делаю я сразу заливаю все айраном кефиром местным не надо заливать берите хороший айран кстати вот мегросовские дешевые он достаточно хороший кефир здесь сладкий айран кисленький а вот в России наоборот в общем-то айран не такого вкуса там именно кефир надо брать я вот на 3 литра делаю и да я знаю что люди любят делать или на кефире или на квасе некоторые делают все дело отдельно а потом заливают некоторые как я все сразу смешивают я люблю когда оно настоится на второй день оно еще вкуснее но этого для меня недостаточно я сюда еще кое-что добавляю чтобы было вкуснее ну и да продолжая в общем-то разговоры об этих самых никчемных мужиках по-моему сейчас не мужики ко мне приходят в общем-то для оскорбления приходят знаете кто сочинители вот этих всех историй они думают что они неузнаваемые именно ровно после того как я отказываю кого-нибудь сразу идет волна хейта то есть откуда она так берется интересно сидели никого не трогали ничего не было а тут раз волна хейта эти люди реально думают что они этот самый невидимые незаметные пытаются меня газлатить да я добавляю немножечко этой газировочки для того чтобы было более ядреное и что еще я добавляю сейчас немножко майонезика кальве он самый лучший здесь майонез считается в торции смотрите какой он классный ну конечно вот это вот не каждый любит примерно 3 ложечки я думаю хватит сейчас хорошенечко это все дело размешаем вы удивитесь насколько все улучшает вкус сейчас вот размешаем попробуем на соль и собственно готово эти поговорили с вами на разные темы про хейтеров про мою работу в интернете господи сколько еще вот странных людей в интернете реально по вкусу отлично даже соль не надо добавлять айран он сам по себе соленый ну-ка еще раз и майонез был соленый супер окрошечка готова ладно давайте чем-нибудь другим займемся еще итак мне из всего остался вот этот только шкаф здесь вот наверху книги я сложила остались некоторые лекарства разобрать что люди как вы часто проверяете свои лекарства на предмет вышедшей даты ну в смысле срок годности закончился я периодически этим занимаюсь ну и надо наводить порядок потому что у меня муж вечно тут покопается все вечно валяется плюс еще лекарства неплохо бы сортировать когда все быстро находишь так альфа-липоевая кислота еще у мужа осталось а что он ее интересно не пропил надо будет его спросить пока пусть там стоит у мужа есть плохая особенность он выкупает абсолютно все что ему дает кандесартан это вот наш как его унитерапевт кардиолог эксперименты устраивала с мужем вот этот джантап он не пошел ему насколько помню сексфорджа он тоже ушел но пока тут сидят эти лекарства пусть лежат там так вот это классная такая штука большая 100 миллилитров ой когда у меня был этот как его синусит нос промывать такое сразу облегчение наступало вообще так это у нас отрывин ментол ксиламетазолен дикая вещь но пробивает нос хорошо это я недавно покупала фланцор мужа галуза что-то у нас этого метформина нету закончился что ли или он его там хранит мет у нас везде по пакетикам раскладывает все спазмами так лансоры давайте сюда поставим экоприн там пароль вот эти всякие от простуда сейчас короче комментарии проверяла как я вам и говорила так это от простуды зависть страшная штука в первом видео короче про уборку человек нормально ко мне относится и все ничего плохого не пишет видимо я его второй аккаунт забанила потому что нескольких вот уродов моральных я забанила с ну выраженной гадостью которые мне писали их много на самом деле пишет они просто все улетают в бан эти штуки это от харки насколько я помню пусть стоят надеюсь зимой будет полегче этой так а что у нас с датой до 10 24 ну ладно пока еще годно так вот привязался ко мне человек знаете с чем что я Машу кормлю этим фастфудом это еще не фастфуд вам до такого гамбургера вот этим которые мне такое пишут какой делают в этом отеле пятизвездочном вам как доуныраком там котлета изрубленного мяса то есть она такая вкусная и там мясо блингалимое настоящее говядина сочная плюс булочки они сами выпекают плюс сыр не такой упакованный они там свой производят поэтому вы можете конечно пытаться что-то там ой там боже мой ну не у вас такого в детстве не было не у меня то что Маша ест я ей периодически завидую у нее очень счастливое детство у нее есть все то что у нас не было ну и зависть к ребенку мне кажется это очень низко плюс еще этот человек вообще меня там во всех смертных грехах обвинился сейчас я знаю почему так происходит потому что я не реагирую на комментарии они пытаются короче больше и больше пробить а я дальше не буду реагировать я буду вот иногда высказываться в этих аторакс мертв выписывали тревожность а это еще январь да в январе у нас вообще какая-то крыша ехала тогда я больная он больной интересно а срок годности еще остался ну ладно пусть противотревожная останется у нас на всякий пожар мало ли меня хейтери доведут они даже не узнают что у меня плохо было я раз таблеточкой закинусь и все так вот о чем это я говорила каптаприл тут срок годности это не исчез еще черт знает когда нет еще до марта года ладно мы его не используем так 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 вот некоторые люди такие интересные вообще счет они взяли что они будут меня оскорблять ну и пытаются вывести меня пытаются прям нет вам придется все мои видео пересматривать я с этого буду зарабатывать а где-то я буду упоминать вас где-то не буду упоминать вас потому что это же видно что провокация на сроч потому что люди мои хорошие не реагируйте никогда на долбоебов простите так фрагил еще один есть что он тут делает вообще черт знает когда выписывали вообще не до марта ладно пусть остается во нарваск еще в общем как с давлением мы уже не экспериментировали только потом вернулись к нормальным но я оставляю на всякие пожарные мало ли вернуться к ним тем более срок годности еще нормальный насчет отеля там что-то очень сильно дорого в последнее время стало вообще дико дорого этот гамбургер несчастный ну там не несчастный там еще с картошечкой и с чем еще они там еще майонез делают ручной работы зараза такой вкусный рецепт бы у них узнать очень все вкусное безумно все вкусное так тут надо протереть с таким гамбургером бы так вообще жизнь сказкой покажется но я знаю что у многих людей которые гадости пишут нету возможностей и простой то гамбургер купить вот этот от бургеркинга или от чего там так медсил туда положим вот эта классная штука вопороб это как наш доктор мом мазюка там грудь намазать или что-то ну и так вот у этих людей вообще нет возможности мы в России покупали бургеры видите в чем проблема проблема в том что производятся все эти вещи из местных продуктов например мне вообще вкус российского бургеркинга не понравился такая дрянь так это отхаркивающая это ацетилцистин отхаркивающая разжижающая ну и так вот хейтеры они стабильно не замечают сколько мы овощей едим фруктов как же то что мы на базаре всего накупили этого типа не существует двойные стандарты для таких людей им нужно просто обвинить ну и они еще думают что вот я там в январе всех разбаню типа они снова будут измываться писать гадости во-первых гадости меня не сильно трогают во-вторых вы ну как напишите тут же забаню обратно на год как джентльмена худача украл выпил в тюрьму украл выпил в тюрьму так это мой антепсин в последнее время у меня этот рефлюкс не знаю откуда он взялся так что тут сделает колпол его надо в холодильник поставить он вообще годный да хороший так вот дата из муковит к сожалению в мусор идет а так а этот не идет нет еще пока не идет так так вот говорить про всех вот этих хейтеров надо знаете почему их провоцирует они себя расчехляют и быстрее в общем-то уходят чем быстрее тем лучше да я соглашусь могут сделать другой этот аккаунт но они сидят делают аккаунт написал фразу снова улетел бан снова сидит пыхтит делает аккаунт чтобы мне насолить сделала аккаунт улетел бан снова и снова баня это просто их они глупо этого не понимают голову пеплом я там посыпать не буду ой отчет 23-го года тут делает я давным и давно должна была это выкинуть это мусор так тандом верде остается и дело рейта от аллергии тоже остается постилки остаются у меня вот так вот все как витрина как муж говорит ему нравится вообще когда я так складываю он может все быстро найти но потом он приходит что-нибудь одно не нашел и начинает рыться а еще у него там в той комнате пакеты целые существуют он зачем-то все по пакетам в пакетах в пакетах это еще я не думаю что это у него наследственное так его мать делала так это что у нас такое это у нас от аллергии а что она тут делает а кому выписано Маше выписано когда в мае а тогда у нее непонятное было то ли кашель то ли что то ли аллергический то ли не аллергический на всякий оставим у нее же этот на котов еще аллергия иногда получается я думаю что стоит оставить и так мне осталось только протереть наш этот а что он тут лежит я тоже его не использую он помню по весне постоянно рядом с собой держал все баловался давление так вот друзья мои давайте еще повесили у вас странными комментариями я их в ленту не допускаю знаете почему ну ему вроде как этому комментарию ответишь а он начинает сраться эти люди не могут спокойно дающие странные комментарии у них прямо я не знаю патология какая-то так вот сюда положим надеюсь найдет так вот странный сегодня комментарий был на уборке я там короче на видео пыль протираю это все просто тупо пыль протираю да так это на выброс тут у меня еще всякое рукоделие лежит так вот некая девушка по имени Роксолана не знаю настоящее имя или нет ну не знаю так у нас этот отвалился сейчас надо будет привинтить так вот она мне советует изредка ходить с феном слушайтесь в это друзья изредка ходить с феном и сдувать феном пыль с полок ну прям маленький гений я надеюсь эта барышня не делает такое там я не знаю при молодом человеке или не дай бог при мужа не дай бог при турецком то есть я понимаю конечно не все хорошо в школе учились физика это тоже сложно даже энергия сама по себе аннигилировать не может она переходит из одного вида в другой а тут вещество с полки пыль то есть она думает что если она феном подует пыль исчезнет навсегда это просто звездец друзья мои то есть представляете я не знаю она смотрела меня до этого или нет или вообще она отрывками на перемотке меня смотрела что кстати это что такое диклофеноксодиум вольтерин а что она тут делает в таком количестве о блин мертв так вот эта девушка явно не видела что у меня дома не было два месяца там такие залежи пыли муж естественно ничего не разбирал я представляете с феном буду ходить у меня фен даже оттуда не дотянется она интересно ходит по всей квартире с феном как вы думаете ходит такая с феном с дайсоном набит небось и сдувает экссексуально так пыль с полочек а вся эта пыль хлопьями такими ватными шариками как у Стивена Кинга помните такие вот страшные зубами они везде вот падают например она сдувает пыль с прикроватной тумбочки вся эта гадость прямо на постель летит офигеть правда здорово причем девушка еще явно не знает что пыль это наш эпидермис ну верхний слой кожи который отделился его во первых жрут всякие клещи бактерии там органики дофига если это дело не убирать то всякая гадость может поселиться у меня оказывается еще иголки есть это супер всякая гадость может поселиться и довести все это дело аж до аллергии до астмы если феном сдувать это как раз друзья мои о пользе советов прошу советов не давать мне ну и нарциссов которые начинают мне что-то советовать займитесь собой ей богу вы же время на меня тратите вы просматриваете рекламу со мной мне за рекламу платят немного но все равно платят то что вы там что-то гадость мне сказали меня это мало трогает я наоборот сейчас вот это все озвучу буду вас байтить чтобы больше мне писали о комментариях специально чтобы мне много комментариев писали я вас даже если блокирую youtube все равно все эти комментарии учитывает я могу сделать так что вы даже не заметите что я вас заблокирую да есть особо одаренные но это настоящие тролли у них несколько аккаунтов они проверяют короче все с разных аккаунтов а появился ли мой комментарий некоторые знаете шальные вновь забежавшие пытаются мне претензии предъявить ой я там вам совет дала а почему мой комментарий не появился да нахрен мне сдался твой комментарий в котором ты гадость пишешь научись общаться с людьми для начала так мой любимый пистолет кто же у меня спрашивал друзья вообще если у вас есть школьник ребенок незаменимая штука почему у меня вот тут такой звездец вообще не пойму вот это мы учили когда-то в начале прошлого года слога такие штуки делали но я не знаю нужно это не нужно оставлю на всякий случай это просто коробочка мне понравилось в общем так друзья буду некоторые вот такие штуки зачитывать зачем просто байтить на репте на комментариях чтобы всякие там расчехлялись я их видела они же не могут удержаться они всегда комментируют поэтому нужно их наоборот провоцировать так эту штуку надо куда-нибудь в другое место убрать хорошее и эту много полезных штук почему-то у меня тут лежит нитки и резинки ну там браслеты плести чтобы сразу стягивались надо будет другого цвета купить а то у меня только серый зеленый остался сейчас вот-вот доубираюсь наверное наверное вон там надо будет повесить лампочки наконец хотя это такая выматывающая операция посмотрим короче буду ли я их решить не ну вы прикиньте да я это окрошку то сделала а забыла колбасу повезать сейчас буду еще колбасу резать в общем-то для этого я снимаю эти все видео чтобы показать что все мы тоже люди иногда как говорится и про старуху бывает порнуха господи что там в коридоре происходит знаете друзья такое счастье когда у тебя руки из нужного места растут когда тебе никто не нужен не нужно никого просить можешь все сделать спасибо папе папка у меня все умеет и я за ним наблюдала так ну все у нас в этом здесь все хорошо нужно помыть стекло и нормально будет вечер устала как собака сейчас вам покажу повесила я все-таки гирлянду с гирляндой все очень мило выглядит такие гирлянды я как говорила уже на новый год продаются ну и на треники триньоли можно найти эта часть квартиры чистая удобная ну и дальше надо будет двигаться завтра на этом пока остановимся мы с вами я еще сейчас ребенка помою сама помоюсь короче постелить надо будет там муж что-то разворотил кровать нам надо закинуть посудомойку надо закинуть стирку вроде как не работаешь знаете а работа никогда не заканчивается всегда так давайте удачи вам пока-пока ах да забыла сказать вы тоже забывайте ставить мне лайки обязательно поставьте лайки пока-пока пока-пока я Продолжение следует...